Ну что, девочки, мы с вами в любимом магазине. Давно мы здесь не были. Вы видите, знакомая тележка. У меня только сегодня нет мешка. Только такой маленький подложить. Я сегодня не на своей машине. Сынок забрал мою машину. Я поехала на его. А у меня в ней ничего нет. Так, давайте рассматривать. Так, я уже вижу. Вот интересный какой-то набор. Брошки. Вот это что-то полосатое. Вот такая вот интересная зебра. Что-то такое, я не знаю. Ой, здесь есть красивые, красивые броши. Посмотрите, какой за 19 долларов набор брошь. Брошь и... Would you like to take a look at anything? Yes, sure. What would you like to see? Can I see this set? I think it's set, right? Okay, let's take a look. On the second shelf? Yes, the brooch and the earrings, I guess. This one here? Yeah, this one. It does look like a set. So those are 19.99. They're clips. Wow, it's beautiful. Okay, I'll buy this one. Okay. Я прошу меня простить за много английского. Я просто снимала все подряд, когда я разговаривала с продавцом и рассматривала вещи. Я постараюсь переводить кое-что, что действительно важно и интересно. А так, в основном, просто рассматривайте то, что я рассматриваю. Я попросила еще посмотреть вот эту очень красивую брошь с бело-зелеными камнями за 15 долларов. Потом было почти ее купила, но потом увидела, что мне не хватает одного камушка. Но мне кажется, что вот сейчас, когда я смотрю на видео, мне кажется, что все камушки были на месте в момент, когда я ее разглядывала. Или что-то произошло, потому что продавщица положила ее потом назад на поднос, а потом я попросила ее снова. И, в общем, мне кажется, что в этот момент вылетел кристалл. Или его сразу не было, я не уверена. Здесь мы обсуждаем, натуральный это жемчуг или нет. Я предположила, что это натуральный, она предположила, что это речный жемчуг на серьгах, что, в общем-то, видимо, так и является. Я сказала продавщице, что я все-таки хочу купить эту брошь белую с зелеными камнями, потому что я не нашла маркировку на ней на продавщице, стала искать. Мне кажется, на ней была маркировка. Судя по всему, она вообще человек с пониманием. И она стала искать маркировку, тоже не нашла. Ну, в общем, обсуждали мы с ней этот момент тоже. Поехали. Да. Он всегда уйдет. Окей. Вы у меня, как, броши и ермиссы. Я думаю, что это с сетей с бомбой, бомбой и греной. Так что это с сетей с бомбой? На второй. Я имею в виду этот брошь и эти ермиссы. Я думаю, что это с сетей сетей. Они могут быть. Они тоже выглядят, как они бы разговаривают. Донят они. Потому что гроза тоже есть. Какой красивый гроз. Так, я попросила показать еще одну брошь и клипсы, как мне показалось, что это был набор. И я стала, пока я разглядывала брошь, которая стоила 19,99, продавщица посмотрела на клипсы и сказала, что это клипсы Буше, и они стоят 159 долларов. В общем, во-первых, это не набор, во-вторых, я со слепой издали увидела, что мне показалось, что цена не 159, а 15,99. Я поэтому попросила показать, потому что подумала 20 долларов брошь и 16 долларов клипсы, и они очень похожи, даже если это не сет, то не набор, то, в общем, все равно они как-то подходят. Вот здесь я заметила, что не хватает в этой броши камушка с зелеными камнями, не хватает именно багетного кристалла, который очень-очень трудно найти, тем более, что я увидела рядом вот эту брошь за 20 долларов. Не знаю, насколько кто из них более ценен, но это было целое. От клипсов Буше за 159 долларов я, конечно, отказалась. Также я попросила показать вот эти вот серёжки, они довольно симпатичные, стоили 10 долларов, но жемчуг натуральный, маркировок никаких я не нашла и подумала, что... Ну, симпатичные серёжки, но я не уверена была, стоило бы их брать, не брать, в общем, короче, что-то мне показалось, что какая-то царапина, но на самом деле, думала, маркировка, но оказалось, что нет. В общем, я их тоже оставила. Еще я попросила показать кулон. Это канадский, канадский бижутерный, так сказать, дом. Называется Рафаэл. Это очень известная компания, довольно дорогая. У меня есть два кулона. Один из них я покупала за 29 долларов в этом же магазине, другой за 7 долларов в другом магазине какое-то время назад. Они очень дорого ценятся на рынке. Здесь его выложили сейчас за 100 долларов, 99. Я, конечно, покупать его не стала за 99. И вот сейчас я рассказываю продавщице всю эту историю, что я в этом же магазине где-то полгода назад покупала такой же кулон этого же бренда за 30 долларов. Я вам его показывала в каком-то из его видео. В общем, мы с ней это обсудили, эту историю. Она решила, что человек, видимо, ставил цену, который не разбирается. Но я точно знаю, что человек, который ставил цену, разбирается, потому что я с ней разговаривала с этой женщиной, которая вынесла его и положила за 30 долларов. Так что, видите, как все меняется, меняются цены. Так, ну, девочки, поехали. Вы видели, у меня там было длинное вступление в там, где я за прилавком покупала. Я постараюсь перевести что-то, потому что не все как бы понятно. Мы с ней общались на английском. Я кое-что купила, но то, что я хотела, было очень дорого. Смотрите, какая хорошенькая брошечка. За 3 доллара. Конечно же, винтажная. Симпатичный камень. Давайте мы ее положим в тележку. У меня сегодня странный мешочек. В общем, там за прилавком было много всего, но безумно дорого. Безумно дорого. Я вам потом, может быть, расскажу, переведу. Я не знаю. Я офигела, когда кулон, который я хотела посмотреть, есть такой дизайнер канадский Рафаэль. У меня есть два его, два украшения. Одно я купила за за 6 долларов, другое за 30. Уже здесь, в этом магазине, пару месяцев назад. А сейчас он такого же дизайнера, он уже лежит за сотни. Представляете? И серии Эклипса Буше, которые, я думала, что комплект с зеленой брошью, стоили 159, а я подумала, что они стоят 15-199. Так, смотрите, какой красивый браслет. Но мне не нравится его застежка. Мне кажется, что она что-то, что-то, фигня какая-то. Хотя сам браслет... Нет, наверное, это что-то современное, просто стилизация. Не знаю. Вот эти вот застежки, они в винтажных вещах никогда почти что не было. Ой, что-то мне кажется, что сегодня ничего не будет. Что все, что было хорошего, я уже купила в этом самом, за прилавком. Так. Я честно начала с... с начала сегодня. Не так, как я вечно здесь бегаю. Вперед-назад, вперед-назад. Сегодня много людей. Сегодня четверг. Так. У нас впереди длинные выходные. Выложу я, наверное, это видео попозже. Смотрите, какое самодельное, наверное, сердце вещей. Кстати, здесь немного. За прилавком было так всего много, я уже решила, что у них большие поступления. Ну, видите, я немножко поздно сегодня приехала. Я думаю, что все уже раскупили. Так. Пойдемте потихонечку будем двигаться. Я, как всегда, начинаю с нытья. Я, как всегда, начинаю со своего пессимизма. В последнее время у нас как-то с украшениями не очень. Все как-то я по посуде специализирую. Так. Вообще ничего не вижу, девочки. Вообще ничего. Вообще ничего не вижу. Вы, наверное, видите, вы мне потом напишите, где-то вы пропустили то и сё. А я, как какой-то... Как слепой этот самый. Как слепая мышь, слепошарая. Ничего не вижу. Какая сова. Это, наверное, часы? Четыре доллара. Это часы. Это прослед часы. Так, ладно. Я лучше помолчу, наверное, потому что от моих разговоров пессимистически только все меня ругают. Смотрите, какие интересные боссы. Вот такой крючок у них. Из чего-то они сделаны. Ой, даже есть какой-то это... Кто это у нас? Манук. Не знаю, кто. Первый раз слышу. Наверное, только я одна первый раз слышу. Все остальные давно уже знают про этот бренд. И только я тёмная, притёмная женщина. Ну что, будем просто молча разглядывать. Может, мы что-то увидим. Жалко, что у нас нет с вами прямой связи. Вы бы мне писали. Дита, смотри, там то, там всё. Видите, я вижу, что здесь уже кто-то побывал. Я приехала сегодня поздно. Я работаю здесь. Я не могу приехать с утра. А в выходные ехать сюда бесполезно. Красивая кофе бусы. Ну, это что-то современное. Наша Джо Фрэйс, это местная дешёвая компания. Хотя, посмотрите, какие они. Из бисера красивая нитка. Но у нас другие цели. Какой симпатичный браслет. Знаете, такой с чармами. Ну, тут всё такое крисмасное, новогоднее. Ну, какие серёжки. Интересные, правда? Так, я пока что только купила то, что за прилавку. И положила в тележку одну маленькую брошечку. Неужели у нас сегодня будет такой неудачный заход? Мы сейчас ходим, конечно, в посуду. Вот. Прям ничего. Прям совсем ничего. Так, нет. Мне кажется, всё-таки я нашла. По крайней мере, я думаю, что это Джей Джей. В общем, короче, я положу. Скорее всего это Джей Джей. Потом я без телефона поищу маркировку и сообщу вам. Так, вот какая-то брошь. Нет, это зажим для платка. Так. Так. Вот какие-то клипсы. Интересные, да? Здесь вот ногти свеженькие. Я приехала такая вся. Так, вот что-то интересное, но... 4 долларов. Кажется, что у них что-то не хватает. А нет. Так, я положу в тележку, потом рассмотрю внимательно. Мешок у меня от Руца. Это наша такая канадская компания, которая делает свою одежду. Такую, так же спортивную, домашнюю. Очень популярно среди наших молодежи. Наши, мой сын только ее и носит. Но он так одевается по-спортивному. Так, смотрите, какая это... 5 долларов. Как он называется? Цветок. Орхидея. Так, я не вижу... Я потом посмотрю. Я не вижу... Есть ли маркировка? Знаете, вот что это такое? А, это левая сторона. Вот она. Фигня. Смотрите, какой узелочек интересный. Здесь есть маркировка. Это тоже наш магазин одежды. Они делают украшения тоже. С временем. Неплохое. Ну, не особенно. Интересно. Так, вот что-то такое. Но нет. Вижу, что-то вижу. Ага. Во-первых, я вижу здесь набор насекомых. Бабочка красивая. И приказа шикарная. Вы знаете, что я не буду тратить свое и ваше время на ковыряние одной рукой. Если у нее маркировка, если сразу не видно, то, значит, я потом посмотрю, потому что... О, красивая брошь. Какая. Просто обратную сторону иногда. Когда легко. Вот у меня это винтаж. Винтажек. Посмотрим потом. Ну, ничего, ничего. Видите, что-то все-таки не собиралось. А то я уже, как всегда, начала ныть. Так, здесь у нас... Ага. Здесь я вот вижу брошь. Просто я начала сначала, а кто-то взял и все отнес назад. В конец. Раз брошь. И вот такой красивый кулон. Смотрите, какой красивый. Ну, вот его очень маленькая вот эта бисюлька. Так, брошь за 4, а кулон тоже за 4. Нет, я его не буду брать. Мне кажется, что он какой-то недоделан. Так, здесь вот такая брошечка за 4 доллара. Но я думаю, что она современная. Скорее всего. Маловероятно. Вот я оставлю. А вот эту вот положу в тележку и присмотрюсь. Интересная штучка за балку. Так, здесь вот девушка подошла и что-то повесила. Она его взяла, эту брошь кулон, а потом оставила. А я его, знаете, подберу. Знаете почему? Потому что застежка здесь явно переделанная. Он стоит 6 долларов. И он интересный. Я его положу в тележку, а там мы посмотрим. Здесь что-то висит. Ну, это современное украшение, и оно очень красивое. Оно не маркировано. Такие красивые камушки, правда? Ну, конечно, современное. И вот здесь рядом с ним тоже висит что-то очень интересное и очень красивое за 5 долларов. Нет, это не маркировка. Это тоже, скорее всего, современное украшение. Но оно реально прям прям красивое. Так, это современное. Это, как всегда. Так, вот такую я вижу брошь. За 4 доллара, вон она. Не знаю. Не пойму, что это за... Что это за творение такое? Так, здесь это современная красота. Вот здесь такая вот круглая брошь. Вернее, зажим для галстука. Зажим для платка. Я еще заговариваю. Пока все мои недостатки. Вот это что такое за 5 долларов? Интересная. Ох, красивая какая-то. Кто-то уже искал на ней маркировку. Маркировку не нашли, поэтому оставили. А я возьму, потому что она очень интересная, очень необычная. У меня ничего такого нет. явно винтажная. Так, вот такой браслет. Красивый. Да, я, конечно, сегодня... Ага, вот точно. Все интересное перевисели в конец. Кто-то здесь... Это тоже, кстати, брошка, тире. Держатель. 4 доллара. Держатель для платка. Зажим. Какая-нибудь клипсы. Не знаю. Наверное, винтажная, но не маркированная. Вот такая. Красавица за 4 доллара. Тоже кто-то явно уже с ней ковырялся. Она, конечно, винтажная. Маркировок нету, но посмотрите поближе. Знаете, как часто я нахожу маркировки там, где их просто не видно вообще никак. А потом я начинаю снимать, подношу поближе. Здесь вот бабочка такая харфуровая. Подношу поближе и опа, нахожу что-то ценное. Серьезно. Большие. Ой, а вот смотрите, какие ёжики прикольные. Это тоже серия. Интересные. Так, что-то там сверху мелькало у меня. Что-то красивое, но потеряно. Потеряно камышек, по-моему, или нет? Да, потеря. Клипсы. Видите, здесь белый кристаллик потерян. Здесь какая-то брошь такая 3 доллара. Гигантская. Красивые серёжки. Ну, современные. Вот эти тоже красивые. Тоже, возможно, винтажные. Ну, не знаю. Меня ругают, что я говорю всё время, что я что-то не знаю. Девочки, я очень много чего не знаю. Я вообще очень плохо разбираюсь. Я вот любитель. Я совсем недавно, несколько лет только занимаюсь винтажом. И чисто вот то, что вижу на ютюбе, у других блогерш. Ой, красиво. правда, смотрите, какая. Ну, я не знаю. Такие вещи. Сколько она стоит? 3 доллара. То, что я вижу, я как бы... У меня чисто вот на глаз. У меня очень мало знаний. Красивая штучка, но я не буду набрать. Так, вот такой бронзулет. Красный. Что здесь написано? Кира. Кира что-то такое, не знаю. Так, здесь чего? Так, знаете чего? Давайте я выключусь. У меня было очень, наверное, много времени заняло моя... моя беседа с продавцом. Так, 4 доллара. Смотрите, какое интересное. Это даже, может быть, тянет на какое-то мексиканское серебро. Что вы скажете? Я обращаюсь к вам. Расскажу, мне надо вести прямые эфиры, наверное, чтобы я читала то, что вы мне пишете, слушала ваши советы. Гремушка какая-то, не знаю. Потом вы мне напишете, что это что-то ценное. А я про... Фукала. Хотела сказать другое слово, она решила не выражаться. Так, большие такие клипсы 80-х. Так, это мы уже видели. Все, выключаюсь, потом включусь еще. Смотрите, какие хорошие серебры. Я нашла за 3 доллара. Они явно винтажные, маркировок нету. По-моему, немецкие у меня были похожие. Положу в тележку. Так, ну что, с украшениями что-то так тебе. Я вам потом покажу кое-что, но... Так, вот зато чашечки. Смотрите, какая прелестная пара. И это у нас England. Вот такая вот она чашка. И вот такая вот такой блюдце. Ну, это такое детское. 10 долларов прямо вот детское. Видите, по-моему, такое, знаете, для маленьких детей. Конечно, все, что было, помните, один раз я тут удачно зашла, что называется. Тут уже все это разобрали. это не чашки, но это какая-то пепельница такая. прикольная, смотрите, индийская. у нас никто не курит. Так, но при чем? Мы все бросили. Так, что это такое интересное? Я думаю, что это что-то современное. Тоже английская чашка, но я думаю, что она не винтажная, хотя, может быть, я ошибаюсь, 8 долларов. Интересно. Боже, как мне музыка эта бесит, здесь орущая, которую я должна потом кусками записывать, выписывать. YouTube мне потом строит козью морду. Вот, какая красавица, но треснувшая, жалко. Тоже английская. У нее вот такая вот за 8 долларов. Хорошенькая красавица, но треснутая. Трещина, видите, идет по ней. Так, здесь вот что-то такое вот езовенькое, приезовенькое. Ничего это. Просто красивенькая чашечка китайская. Так, девочки, есть made in China. Это сделано в Китае. А есть China. China, это фарфор. Костяной фарфор по-английски. Есть еще другое слово, но, как правило, для посуды употребляется именно China. Это современная какая-то большая чашка. Мне потому что пишут, там написано China, China. Это не Англия. China, это фарфор. Фарфоровая посуда. Это что-то, наверное, японское, потому что она такая нежная. 10 долларов. Но Англия. Англия. здесь такая вот роза английская, по-видимому. Видите, написано Bon China, костяной фарфор. Made in England. Сделано в Англии. Не говорите мне, что это Китай. Здесь написано сделано в Англии и рядом China. China означает фарфор, а Bon China означает костяной фарфор. Потому что мне начинают там кугли переводить, рассказывать, что это все. Все не так и все не то. Еще одна английская. Красинка, да? 10. И вот такая. Нет, сегодня нет у нас большого улова. И все, все тарелки, все, что здесь было, уже, конечно, раскуплены. Почти, что все. Вот, кроме, пожалуй, помните, я купила чашки вот такие. И вот остались вот такие вот тарелки глубокие, но они, видите, одна из них точно уже побитая. А остальные больше я ничего не вижу. Вот тут сегодня много чайников. Смотрите, какой прикольный чайник. Фарфоровый, с металлической крышкой. Lenox. Lenox это хорошая вещь. Что-то я цены его не вижу. А, 6 долларов. Ничего с ним делать. Lenox это хорошая компания. Но я не знаю, что мне с ним делать с этим розовым чаем. Так. Вот целый этот сервиз. Ну все, кажись, пойду сейчас разбирать то, что я набрала в тележку и потом вам буду рассказывать. Вот очень красивая чашка. Королевский Лондон. Костяной фарфор Англия. Тоненькая, тоненькая, прямо как и вот к ней вот такой вот блюд за 10 долларов. Опять стали у них дороже эти чашки. У меня вообще такое впечатление, что какое-то время у них был или какой-то менеджер другой, или кто-то кто-то сцены назначал, или у них поменялось что-то, но у них какой-то период вдруг все стало дешевле, появилось очень много красивых украшений, посуды, а потом раз и все и все вздрыхнуло назад. Вот тут вот что-то интересное вот стоит, то, что я не видела. тоже Англия, костяной фарфор, называется Краунфорд. Давайте рассмотрим. Вот такая чашка, чашка, их две чашки и два блюдца. Вот такая чашка, другого другого бренда, но они просто стоят вместе и написано 8 долларов. Это вот эта чашка блюдца и 8 долларов вот эта чашка блюдца. Они просто так странно стоят. Очень красивые, но по-моему у них не очень хорошая сохранность. Надо рассмотреть. Так, девочки, включаюсь в розик книжек. Сегодня не очень удачный заход, если не считать пару вещей, которых я купила из-за прилавка. вот что я вам показать, хочу, что я не буду брать. Вот эта брошь, она красивая, но в ней потеряны, видите, вот камушки. Вот здесь один собственно камушек потерянный. По-моему, вот здесь вот сверху. Конечно, это не страшно, его можно... А, и вот здесь два камушка потеряны, это не страшно, их можно заменить, но она стоит 4 доллара, она не такая уж... У меня нету никаких маркировок, поэтому особой ценности она уж такой не представляет, что покупать ее и чинить. Вот эта брошь, она вроде бы ничего, но у меня, даже винтажная, но мне кажется, у меня есть такая. Может быть, в золоте, ну, в общем, у меня много таких уже. Я, поскольку не на продажу, покупаю для себя, там нет смысла брать то, что у меня много всего. Так, это серьги чуть непонятно что. Бабочка тоже ничего особенного, обычная, миллион у меня бабочек. Вот эта брошь-кулон, она красивая, она старенькая, здесь явно поменена застежка, видимо, была другая, и была, есть цепочка при ней, и сколько она стоит, знаете, почему? Потому что 6 долларов, и вот за 6 долларов брать вот такую вещь, которую уже там чинили, перечинили, все тут клеем залито, ее надо переделывать, не буду я с этим возиться. Вот эти цветочки я схватила, мне он показался симпатичным, но это современная вещь. В общем, я нашла их на Амазоне, они стоят 45 долларов на Амазоне, серьезно, какой-то вообще бред, но я не беру. Так, и беру я вот эту брошу, она очень интересная, хотя не маркированная и винтажная. Вот эту брошь я думала, 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 решила все-таки взять. Вот, и эта штуковина, этот JJ действительно оказалась очень прикольная. Вот это интересная вещь, вы знаете, я думаю, что это, я сначала подумала, что это брошь, зажим для платка, просто отогнута вот эта штука, но она не загибается. Брошь, конечно, вещь очень старинная, видно, что старинная. Так, дети набежали, сладкие, чтобы были мне здоровенькие. Вещь очень старинная, я думаю, что это какая-нибудь держалка для очков или там что-то такое, но она, вот это вот, мне кажется, сделана из стекла и это роспись по стеклу. В общем, 4 доллара, наверное, возьму. Так, вот эта вот брошь, первая, которую я схватила, она тоже за 3 доллара, красивое такое сердце. Она, конечно, винтажная, интересная. Потом, я нашла вот такую вот медальку, кулон-медаль, монетку, вернее, не медаль, а монетку. Кулон красивый, хорошая цепь такая, он, наверное, современный, но вот эта медаль, фу, монета, что я говорю, сколько он стоит, 5 долларов, но вот эта вот монета, мне кажется, что она, прям не то, что она прямо античная, но сделана очень хорошо под, под очень старинную монету. Не знаю, что-то в нем есть. Так, вот эта цепь, здесь есть какая-то маркировка, маркировка. Так, здесь есть маркировка, как... Не знаю, не могу прочесть, не могу прочесть, но она, знаете, симпатичная, и мне кажется, что вот это вот камушки, ну, камни какие-то, ну, камни, камни, бриллианты, да, хорошо, очень хорошо сохранившись, и стоит она 5 баксов, вот эти вот мне понравились, вот эти вот вставки, мне кажется, что это не пластик. Так, вот, убегает. Вот это брошь, бабочка, вернее, стрекоза, так, я отъезжаю, потому что я всем мешаю. Брошь стрекоза, за 4 доллара, я не поняла ее, но мне она нравится, она красивая, маркировок нет, ничего я не нашла, наверное, современная, вот эти клипсы, мне кажется, немецкие, красивенькие такие, но я еще, скорее всего, оставлю, я не знаю, что у них такое. И вот эта вот брошь, у меня таких много, она винтажная, но у меня действительно много таких, 5 долларов, ну, ничего особенного она себе не подставляет. Все, девочки, надеюсь, что вам понравилось, было интересно, сегодня улов не особенно богатый, посуды вообще никакой, с украшением тоже, только парочку вещей, которые я взяла, с прилавка, вы видели, вот, а так-то, что-то ничего, очень много людей сегодня, четверг, перед лонг-выкиндом, поэтому, наверное, очень будет, все прибежали в магазин, чтобы дерево будет закрыт, ну, все, прощаюсь с вами, всем пока, бай-бай.